Продолжим работу над задачей, которую поставили перед собой в рамках дискриминатного анализа. Напомню, что этим методом удалось получить ряд результатов, а именно набор переменных, которые объясняют разделение респондентов и генерализируют вывод разделения европейцев на тех, кто скорее вступает в профсоюзы, а тех, которые скорее не вступают в профсоюзы. Среди этих переменных есть больше половины из них, переменные, характеризующие ту или иную страну. Просмотрим этот результат в несколько более подробном, для чего я перенесу эту таблицу на отдельный лист. Дискриминатный анализ, как, впрочем, и логистическая регрессия, предполагают линейную комбинацию слагаемых, представляющих собой перемножение предикторов, значение предикторов на их коэффициенты. Для простоты будем сейчас рассматривать только нулевую категорию по членству в профсоюзе, то есть не вступление, не участие в профсоюзе или аналогичных организациях. Вот, допустим, некоторый респондент А. У него все предикторы занулены, и это вполне реальная ситуация, за исключением страны Кантри 2. То есть это албанец, который не живет в пригороде большого города, который очень редко встречается с друзьями, который нормально спит, который абсолютно не вручен в работу и так далее. Чтобы построить скоринг для этого албанца А, мы должны перемножить коэффициент назначения предиктора, вот, собственно говоря, формула, прибавить значение константы и получить результат. минус 32,99. Это безразмерная величина, которая, тем не менее, должна быть сравнена со скорингом по первой категории зависимой переменной, то есть по участию в профсоюзе. А вот такой же албанец, но только очень удовлетворенной работой. У него скоринг дает